Вашему вниманию предлагается видеокурс «Конструктор хранилища данных». Прогноз Платформ предлагает полный, интегрированный и завершенный набор инструментов для создания собственных хранилищ данных и настройки на уже существующие хранилища. На базе Прогноз Платформ возможно создание хранилищ данных, позволяющих решать любые задачи бизнес-анализа. Конструктор хранилища данных позволяет вести работу с реляционными, многомерными и файловыми структурами. Прогноз Платформ позволяет создавать многомерные хранилища данных с помощью двух различных подходов – снизу вверх, либо сверху вниз. Если пользователю важно построить физическую структуру хранилища данных самостоятельно, то ему необходимо воспользоваться подходом снизу вверх. С помощью такого подхода создаются, например, справочники и многомерные кубы. При таком подходе можно легко разрешить вопрос интеграции с другими информационными системами без дублирования данных. Для этого можно подключить ссылки на внешние источники, например, на таблицы бухгалтерских систем или систем управления предприятием. И уже на основе этих таблиц создавать справочники, кубы и отчеты. При проектировании сверху вниз физическая структура данных будет сформирована автоматически. Подобный подход используется при построении, например, базы данных временных рядов. Этот подход выгоден тем, что если пользователь с нуля создает собственную структуру данных, то можно создавать различные объекты репозитория, не задумываясь при этом о реализации их физической структуры. При создании хранилища данных указанные подходы могут быть скомбинированы. Вкратце рассмотрим наиболее общий случай построения хранилища данных по принципу снизу вверх. На физическом уровне информация хранится в виде реализационных структур на сервере системы управления базами данных. Чтобы иметь доступ к объектам с ОБД и информации, которые они хранят, создадим специальный объект репозитория «Базу данных». Для создания объектов прогноз-платформ используется набор визуальных мастеров, на первой странице которых объекту необходимо задать набор базовых свойств, а именно наименование и идентификатор. Следующая страница мастера позволяет определить настройки подключения к базе данных. В качестве базы данных прогноз-платформ может использовать все современные системы управления базами данных. Данный объект позволяет легко настраиваться на хранилища данных, используемые другими системами для решения задач интеграции с ними. Воспользуемся параметрами по умолчанию, которые совпадают со свойствами подключения к репозиторию. Для удобства подключения к серверу с ОБД могут быть использованы учетные данные, указанные при входе в систему. После завершения работы мастера, созданный объект база данных будет отображен в навигаторе объектов. На физическом уровне прогноз-платформ оперирует реляционными структурами или таблицами. Создадим новую таблицу страны. Объекты прогноз-платформ могут обладать набором параметров, которые позволяют динамически изменять их содержимое. Эти параметры задаются на соответствующей странице мастера. Поскольку мы создаем обычную таблицу, параметров для нее задавать не будем. Прогноз-платформ предоставляет возможность создания пяти типов таблиц. При этом для каждого из них определяется свой набор параметров. При создании физической таблицы, а также представления, в базе данных создаются соответствующие объекты. Присоединенная таблица создается в том случае, если в базе данных таблица уже есть, и ее необходимо использовать в хранилище данных. Этот тип таблиц можно использовать, например, для получения данных из какой-либо другой системы. При создании запроса определяется выражение на языке SQL, которое выполняется при обращении к запросу. Источник данных ODBC позволяет подключаться ко внешним источникам данных посредством ODBC-драйвера и представлять данные в виде таблицы в прогноз-платформ. Стоит отметить, что использование присоединенных таблиц и источников данных ODBC позволяет легко и быстро интегрировать данные из других систем в режиме реального времени. Мы будем работать с обычной таблицей. Для таблицы необходимо определить базу данных. Далее необходимо определить набор полей таблицы. Для примера создадим 4 поля. Ключ, который будет содержать уникальный идентификатор континента или страны. Их название. Владелец, поскольку в дальнейшем мы будем создавать иерархический справочник на основе данной таблицы. И порядок. Для каждого поля таблицы можно указывать тип и его ограничения, общую длину, возможность хранения пустых значений и так далее. Для ускорения поиска и сортировки данных можно добавить к таблице индексы и первичный ключ. Для примера создадим индекс на основе поля ключ. Отметим, что этот индекс будет являться первичным ключом для таблицы. Кроме того, для таблицы можно задать набор ограничений и триггеров. Для нашего случая необходимости в них нет. В результате в навигаторе объектов будет отображена таблица страны. В созданную таблицу можно ввести данные либо вручную, либо загрузить их с помощью задачи ETL. На основе данной таблицы будет создан иерархический справочник стран. Поэтому с помощью задачи ETL в нее были загружены элементы, которые содержат иерархию, континенты и страны мира. Прогноз платформ позволяет создавать множество различных типов справочников. Создадим справочник страны. Исторически сложились следующие основные наименования типов справочников. Табличные справочники создаются по принципу «снизу вверх» и позволяют вручную настроить их параметры. Для их реализации необходимо создать новую или подключиться к уже существующей таблице в репозитории. Кроме того, прогноз платформ поддерживает работу с табличными справочниками NSE, которые реализуют подход сверху вниз. При их создании физическая структура данных формируется автоматически. Также прогноз платформ поддерживает работу с календарным справочником, структура и содержание которого определяется автоматически на базе параметров, заданных при его создании. Этот тип справочника используется при работе с данными, изменяющимися во времени. Содержание вычисляемого справочника определяется пользовательским алгоритмом, заданным в виде модуля на языке программирования FORE. Будем создавать справочник по принципу «снизу вверх» на базе таблицы стран. Для справочника необходимо определить набор атрибутов. По умолчанию у справочников уже определены атрибуты – наименование, идентификатор, порядок. При необходимости можно задать дополнительные атрибуты, которые могут использоваться, например, для реализации иерархии или управления версиями элементов справочника. Поскольку в нашем случае мы будем создавать иерархический справочник, добавим атрибут «владелец». На следующей странице мастера определяется, по каким атрибутам будет осуществляться сортировка значений в справочнике. По умолчанию для этого используется атрибут «порядок». Далее определяется структура справочника, для чего создаются блоки – обычные и рекурсивные. Обычные блоки используются в том случае, если справочник имеет линейную структуру или известно точное количество уровней иерархии. Рекурсивные блоки используются, если справочник имеет иерархическую структуру, но количество уровней заранее неизвестно. Добавим в справочник рекурсивный блок и свяжем первичный индекс этого блока с идентификатором. Кроме того, следует добавить первичный индекс справочнику. Индексы обеспечивают быстрый поиск по индексированным полям, а также позволяют связывать справочники с таблицами данных при создании многомерных кубов. После того, как структура справочника была определена, необходимо задать соответствие между полями таблицы и атрибутами справочника. Поскольку созданный нами блок рекурсивный, определим условия рекурсии блока. Условие задается с помощью окна «Редактор формул». Укажем условие, которое определяет элементы, относящиеся к верхнему уровню иерархии. Установим, что для элементов верхнего уровня атрибут владелец имеет пустое значение. Далее следует определить, каким образом будут связываться дочерние элементы с родительскими. Установим их связь через поле «Владелец». На следующей странице задается список уровней справочника, которые будут использоваться для агрегации данных в кубе. Если справочник иерархический, то можно для каждого уровня иерархии задать наименование. Следующая страница мастера позволяет настроить отношения между параметрами справочника и объектов, на базе которых он построен. Подобные отношения можно настраивать и для других составных объектов репозитория для удобства работы с ними. Поскольку в нашем примере параметры не задавались, просто завершаем работу мастера. Созданный справочник теперь отображается в навигаторе объектов. Как видно, он обладает иерархической структурой и содержит данные из таблицы стран. Далее рассмотрим пример создания куба. Для этого перейдем в папку «Источники данных» и выберем соответствующую команду в навигаторе объектов. Зададим создаваемому кубу имя и идентификатор. В прогноз платформ можно создать пять различных типов кубов. Стандартный многомерный куб Куб представления, полученный в результате фиксации некоторых измерений другого куба. Виртуальный куб, полученный соединением нескольких кубов. Вычисляемый куб, значение которого вычисляется по формулам на базе значений других кубов. И автоматический куб, который аналогичен стандартному, но создается по принципу сверху вниз. Выберем стандартный куб. Для куба необходимо задать справочник фактов. При этом можно определить его локально для каждого куба, либо использовать существующий в репозитории справочник. Определим факты для куба локально. Для этого создадим факт значения. После определения списка фактов куба, необходимо привязать их к соответствующим полям таблицы с данными. Для примера будем использовать таблицу с данными по социально-экономическим показателям. Привяжем факт значения к соответствующему полю этой таблицы. Далее следует задать список измерений и выполнить привязку атрибутов справочников к полям таблицы. Для примера добавим к списку измерений календарный справочник. После добавления справочника, необходимо привязать его к таблице с данными. Будем рассматривать данные в динамике по годам. Для этого воспользуемся первичным индексом соответствующего блока календарного справочника. Аналогичным образом в список измерений куба можно легко добавить справочники показателей и стран. Остальные страницы мастера позволяют настроить автоматический пересчет показателей в разные единицы измерения, отношения и формулы для вычисляемых фактов куба, отношения между параметрами куба и входящих в него объектов, агрегацию данных куба по уровням различных справочников. Для нашего примера эти свойства настраивать не обязательно, поэтому просто завершим создание куба. Для просмотра содержимого куба воспользуемся модулем экспресс-анализа. После настройки расположения измерений и отметки в таблице отобразятся необходимые данные. Мы рассмотрели процесс создания хранилища данных по принципу «снизу вверх». Создавать структуры данных по схеме сверху вниз позволяет база данных временных рядов, предназначенная для управления и анализа статистических данных, хранящихся в виде показателей, которая, в отличие от кубов, дополнительно предоставляет сервисы ревизии, валидации и трансформации. Для создания базы данных временных рядов необходимо указать репозиторий NSE, а также справочники мер и единиц измерения. В качестве справочников мер и единиц измерения можно указать уже существующие справочники или создать новые. На следующих страницах можно задать атрибуты и индексы для базы данных временных рядов. Создадим новый атрибут «Страна», данные для которого будем получать из соответствующего справочника. Также выберем интересующие уровни календаря. Внутренняя структура базы данных временных рядов будет создана автоматически. Теперь в базу данных временных рядов могут быть импортированы данные для анализа. Созданные объекты можно использовать при создании отчетов в прогноз платформ. Таким образом, конструктор хранилища данных прогноз платформ позволяет легко создавать хранилища данных любой сложности и архитектуры, создавая структуру данных либо с нуля, либо подключаясь к уже существующим системам. На этом видеокурс «Конструктор хранилища данных» закончен. Спасибо за внимание!